что делать когда апокалиптический бог разрушения из космоса направляется прямо к нам обратный отчет начался редкое небесное событие все ближе а мы не готовы исследование наса показывает что наша планетарная защита от объектов из вселенной все еще слишком слабо в экстренной ситуации мы едва ли сможем добраться до безопасного места и предотвратить катастрофу у этого астероида есть знаменательное название апофис был или есть египетский бог разрушения и хаоса через много тысяч лет после падения египетских династий и религии апофис возвращается скорее всего не апофис непосредственно посылает нам этот чанг скорее это вполне нормальные даже понятные с научной точки зрения события во вселенной которые заставляют астероиды врезаться в нас сам апофис конечно же не имеет никакого злого умысла он просто следует магическому притяжению который тянет его к солнцу у этого астероида есть две замечательные характеристики он является самым угрожающим из современных и обладает своеобразными физическими свойствами диаметр апофиса составляет примерно от двухсот семидесяти до трехсот сорока метров такие размеры делают его относительно крупным околоземным объектом который потенциально может оказать значительное воздействие если столкновение произойдет хотя его размеры позволяют ученым наблюдать за ним с помощью различных телескопов и радарных систем точный анализ все еще затруднен астероиды сами не излучают никакого света и лишь неравномерно отражают свет солнца или рассеянный свет планет форма апофиса представляется особенно интересной наблюдение показывают что астероид имеет вытянутую похожую на арахис форму такая форма не является редкостью для крупных астероидов и возникает в результате слияния двух первоначальных тел которые были прижаты друг к другу под действием гравитации из-за своей неправильной похожей на арахис формы динамика вращения апофиса отличается от динамики других астероидов это с одной стороны интересно но с другой может быть опасно если мы хотим рассчитать точную орбиту этого тела астероиды с такой формой склонны вести себя так что исследователи называют слякотью это движение может изменить то как астероид реагирует на внешние силы и слякоть влияет на его долгосрочную стабильность и траекторию станет ли эффект ярковского нашей погибелью звучит слишком безумно но минимальное изменение вращательного поведения этого астероида может обернуться для нас большими неприятностями особенно важным динамическим эффектом в данном контексте является эффект ярковского этот эффект возникает когда с поверхности вращающегося астероида происходит ассиметричные выбросы тепла в нем астероид поглощает солнечный свет и нагревается а ночью и спускает накопленное тепло в виде инфракрасного излучения из-за его вращения и неправильной формы это тепловое излучение неравномерно что приводит к возникновению крошечной но постоянной силы и изменения исследователи называют воздействие этой силы эффектом ярковского эффект может вызывать настолько значительные изменения орбиты таких астероидов как апофис что они становятся практически непредсказуемыми с помощью точных измерений и наблюдений ученые пытаются определить размер и направление этого эффекта чтобы как можно точнее предсказать будущую орбиту апофиса второй момент который нам срочно нужно прояснить это точная природа поверхности апофиса наблюдения с помощью радаров и телескопов уже дали некоторые подсказки о ее составе и мы знаем что этот кусок скорее всего состоит из силикатной породы эта информация важна для понимания того как астероид реагирует на внешние воздействия такие как эффект ярковского и как он поведет себя в случае возможного столкновения в экстренной ситуации нужно было бы попытаться столкнуть апофис с его ударной орбиты наса показала что это возможно с помощью миссии тарт с помощью зонда ученые вытолкнули небольшой астероид так далеко за пределы его орбиты что это упражнение дало надежду на будущее для такого маневра нам также нужно будет точно знать из чего состоит апофис если мы вытолкнем астероид слишком далеко за пределы его орбиты он может стать еще опаснее и то же самое касается случая когда мы сможем приложить слишком малую тягу и сколько попыток у нас будет в экстренном случае апофис приблизиться к нам на расстоянии 31 тысячи километров в 2029 году это чертовски близко и мы сможем увидеть его с помощью простых телескопов он снова приблизиться в 2036 году и есть неприятная комбинация которая может вытолкнуть астероид на курс столкновения при следующем приближении это будет означать что столкновение произойдет в 2036 году пугающая хроника угрозы спорим ты не знал что об офисе известно с 2004 года новость о том что к нам мчится новый астероид затерялась на фоне ужасающих кадров цунами в азии может быть это совпадение что оба сообщения попали в сми примерно в одно и то же время кадры из азии стали бы горьким предвкушением того что ждет землю если в нас врежется астероид размером с апофис астероид офис официально известный как 99942 апофис был открыт астрономами из национальной обсерватории в аризоне открытие астероида сразу же привлекло внимание астрономов так как первоначальные расчеты орбиты показывали тревожную вероятность столкновения землей в 2029 году эти ранние оценки показали что вероятность столкновения офис с нашей планеты составляет около 2,7 процента эта новость вызвала беспокойство и пристальное внимание со стороны научного сообщества через несколько недель после открытия наса сначала выпустила предупреждение об астероидах для правительств стран мира к тому времени когда новость достигла общественных сми в мире уже царил хаос азиатской катастрофы вскоре после этого наса отозвало предупреждение из-за исправлений в расчете орбиты и широкая общественность почти не обратила внимание на апофис только ученые продолжали свои исследования и постоянно рассчитывали орбиту астероида в последние годы апофис снова попал в заголовки газет сначала в опасной близости оказался астероид бену затем внимание переключилось на апофис бену промахнулся едва промахнулся но он вернется а апофис также останется в опасной близости от земли на данный момент эти два объекта являются одними из самых больших угроз для нашей планеты первое яркое событие произошло в 2013 году апофис пересек орбиту земли на небольшом расстоянии и для исследователей это была уникальная возможность добиться прогресса в определении орбиты детальные радарные измерения не показали ничего хорошего ведь апофис вернется в 2029 году а потом еще раз в 2036 этот астероид будет вращаться вокруг земли как назойливая муха в течение следующих ста лет и мы должны постоянно ожидать столкновения благодаря измерениям проведенным в 2013 году у нас есть некоторые данные высокого разрешения которые изначально уменьшили неопределенность и позволили более точно рассчитать орбиту мы можем достаточно уверенно предсказать что апофис пройдет мимо земли в 2029 году на расстоянии около 31 тысячи километров это ближе чем многие геостационарные спутники но без прямого риска столкновения однако у этого пролета есть подводный камень апофис может быть отклонен гравитации земли так что окажется на курсе столкновения когда вернется в 2036 году тогда у нас останется 7 лет на подготовку защита от астероидов с помощью дарт и осирис добрый бог подземного мира против слова вот какое зрелище обеспечивает астероид апофис и зонт осирис осирис был богом который вел души в подземном мире к свету и хорошему перерождению у апофиса же были совершенно противоположные намерения изначально осирис рекс был миссией наса по исследованию астероида беннов запущенный в 2016 году осирис рекс изучил беннов близи и взял образцы с его поверхности которые были доставлены на землю в 2023 году затем зонд был преобразован и осирис рекс стал осирис апекс сейчас зонд приближается к апофису и всего через несколько лет в руках ученых также окажутся образцы с апофиса эти миссии важны для того чтобы лучше понять состав и физические свойства астероидов если мы хотим отбиться от них зондом или столкнуть их с орбиты нам нужно точно знать из каких материалов они сделаны и насколько они тяжелые и плотны что же нам тогда делать сможем ли мы действительно уничтожить бога разрушения с помощью дротика дарт только время покажет испытание по перенаправлению двойного астероида или сокращенно дарт проведенная наса определенно увенчалась успехом он был запущен 24 ноября 2021 года и целью зонда было отклонить небольшой астероид луну диморфос с помощью кинетического удара испытание прошло более чем успешно и астероид был вытолкнут со своей орбиты даже дальше чем ожидалось миссия дарт впервые показала что орбита астероида может быть изменена космическим зондом подготовка к апофису что дальше теперь нам осталось дождаться ближайшего сближения это время может быть мучительно долгим а может стать хорошей возможностью продумать дальнейшие меры по защите от астероида и спланировать соответствующие миссии в настоящее время ведущие государства мира пытаются организовать глобальную планетарную оборону в этот проект должны влиться знания и финансовые ресурсы многих стран если астероид размером с апофис подойдет к нам опасно близко пострадает весь земной шар следующий критический момент возобновление интенсивного излучения апофиса во время его пролета в 2029 году этот пролет снова предоставит уникальную возможность наблюдать за астероидом с близкого расстояния и собрать дальнейшие подробные данные которые помогут нам еще лучше понять его физические свойства и будущую орбиту далее важно то как земная гравитация повлияет на орбиту апофиса теоретические модели и симуляции уже показывают что этот пролет может изменить орбиту астероида таким образом что будущее сближение будут еще более опасными в частности конечно нужно наблюдать за пролетом в 2036 году если апофис пролетит через так называемую гравитационную замочную скважину то его орбита будет существенно изменена мы не можем ждать апофис приближается звучит устрашающе но мы можем спасать себя только до поры до времени ведь многие эксперты уверены что апофис в какой-то момент врежется в землю это всего лишь вопрос времени возможно в 2029 и 36 годах нам снова удастся спастись однако и после этого опасность не минует ведь астероид будет постоянно возвращаться а мы никогда не знаем какие астероиды появятся на нашем пороге поэтому нам нужно убедиться что наша планетарная оборона уже делает успехи наса смоделировала худший сценарий в ходе масштабных учений и пришло к пугающим результатам мы не готовы как будто защита от астероидов все еще находится в зачаточном состоянии но время уходит мы запустили отличные зонды и отклонили небольшой астероид но в экстренной ситуации нам нужно гораздо больше опыта и безопасных систем также нас и показала что в глобальной связи и сетевом взаимодействии есть серьезные недостатки в итоге последнее исследование предлагает отправить к апофису больше космических зондов чтобы провести еще более детальное исследование такие миссии могут быть похожи на миссию ассирис апекс кроме того планируется что стационарные зонды такие как небольшие роверы или орбитальные аппараты будут постоянно сопровождать астероид затем нужно провести дальнейшие защитные испытания и наконец разработать зонды способны перемещать астероида размером с апофис также обсуждаются гравитационные буксиры которые смогут выдергивать астероиды с их орбит эксперты рассматривают возможность взрыва апофиса только в крайних экстренных случаях стань подписчиком прямо сейчас и жди много новых видео выпусков